В настоящее время агроэкотуризм является новой сферой деятельности для нашей страны, которая рассматривается как важная составляющая национальной экономики. Можно сказать, что агроэкотуризм – красивая национальная идея, объединяющая людей разных профессий. Развитие этого сегмента экономики актуально и перспективно для всех регионов Беларуси. Следует отметить, что деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма не относится к предпринимательской. Она предполагает уплату одной базовой величины в год, а осуществляется в сельской населенной местности. Меры указа направлены на развитие малых населенных пунктов, на развитие народного колорита и для досуга жителей Республики Беларусь и иногородних граждан. Физические лица, осуществляющие агроэкотуризм, могут предоставлять также услуги бань, саун, проводить спортивные мероприятия, оказывать услуги по питанию, проводить концертно-зрелищные мероприятия. В налоговой инспекции по московскому району города акцентируют, что указ дает право людям возводить на земельных участках гостевые домики для временного пребывания агроэкотуристов. Данные домики не подлежат включению в жилищный фонд. Это все права тех, кто хочет заниматься агроэкотуризмом. Но есть и обязанности. До начала осуществления деятельности субъекты агроэкотуризма должны уплатить сбор за осуществление данной деятельности. Ставка сбора на оказание агроэкотуризма составляет одну базовую величину в год. Для действующих агроусадьб сбор уплачивается до 28 числа месяца последнего текущего календарного года. Для вновь осуществляющих агроэкотуризм сбор уплачивается одну базовую величину в год до осуществления данного вида деятельности. Агроэкотуризм является тем новым видом туризма, который все больше востребован и занимаются им все больше людей. Соблюдая нехитрые правила, можно принести пользу и себе, и своей стране.